Тарифов. Способ выжить или поживиться. Разбираемся в лайв-студии в четверг 5 марта в 20.00 на Думской ТВ. Поднятие тарифов. Способ выжить или наживиться. В чем смысл? Как раз на этой неделе, сегодня, 5 марта, подняли стоимость проезда с 3 гривен до 5 гривен в маршрутном такси. Как это могут себе позволить выжить за те деньги, которые остаются у Одессита, если среднестатистическая зарплата это 1500 гривен, а нынче придется тратить на проезд в среднем 300, а то и 500 гривен. Сегодня мы обсуждаем это в нашей студии, просим вас присоединяться к нам. Я перед этим объявляю интерактивный опрос. Это означает, что каждый, кто позвонил нам в студию по указанным номерам телефонов, еще может оставить свой отзыв, ответ на такой вопрос. Сможете ли оплачивать коммунальные услуги с учетом повышения тарифов в среднем в 3 раза? Безусловно, а что же делать? Второй вариант. Нет, это неподъемная сумма. Цензурного ответа нет. Мы предоставили вам 3 варианта ответов, так как мы сегодня будем говорить не только о повышении тарифов на проезд, но и массовое повышение тарифов на коммунальные услуги. Это газ, который хотят повысить в 7 раз, и электричество на 40%, то это тоже практически уже в 2 раза. Итак, я представляю своих гостей. У меня в студии сидит Стас Томбровский, активный одессит, поэт, регалий, можешь перечислить свои дальше сам, когда мы тебе дадим слово. Валерий Новиков, исполняющий обязанности директора департамента транспорта, связи, организации движения Одесского городского совета. Я вас всех приветствую в моей студии, и, конечно же, господин Новиков, мы начнем с вас. Очень много разговоров по поводу повышения тарифов до 5 гривен. Естественно, одесситы возмущены любому повышению, но в этот раз подняли аж на 2 гривны. Если раньше это было на 50 копеек, наверное, на гривну это было максимум, а теперь аж на 2 гривны. Насколько актуально повышать сейчас тариф на проезд маршрутным такси? Ну, к сожалению, вот это повышение, которое состоялось в очень неудобное время для всего нашего населения, для жителей нашей города Одессы, значит, я могу сказать, что, в принципе, в Одессе отставали с ростом тарифов. Это однозначно. И поэтому, как бы, ситуация сейчас сложилась такая, что, вот если говорить о нашем департаменте, мы в четверг, в прошлый четверг, направил людей во все, без исключения предприятия-перевозчики, у нас остановилось 131 автобус не вышло на линию. То есть из 1100, грубо говоря, 130 автобусов не вышло. Значит, вся эта причина невыхода, это вся техническая неисправность подвижного состава. То есть где-то помпы, где-то, ну, в общем, одним словом такая ситуация. То есть не бензин и отсутствие денег на топливо? Нет, получается, как бы, понимаете, дело в том, что, значит, именно на само дистопливо, вот, как бы, ну, в средний маршрут 200, если вот средний маршрут 220 километров умножить на 45, ну, как бы, расход топлива. То есть, получается, практически на топливо тратили, ну, 1100-1200 в зависимости от маршрута, а выручка минимальная 1100-1500 примерно в среднем. То есть практически на соляр хватало, но, как бы, ну, удерживали эту ситуацию, потому что шли длительные переговоры с исполнительной властью по вопросу именно урегулирования вот тарифа. Потому что практически, как бы, маршрутное такси, перевозчик имеет право повышать стоимость проезда на основании рекомендованной методики расчета, имеет право поднимать сам стоимость проезда. Потому что деятельность закона о местном самоуправлении предусматривается регулирование тарифов, ну, не регулирование тарифов, а установление тарифов городской властью. Ну, то есть это с согласием городской власти. Получается, на маршрутное такси, на маршрутное такси перевозчик имеет право не согласовывать с городской властью тарифы. Потому что этот тариф, значит, согласно деятельности местного самоуправления, она регламентирована в постановлении Кабинета министров. И в этом постановлении Кабинета министров говорит о том, что именно деятельность в режиме маршрутного такси и экспресса не регламентируется органами местного самоуправления и государственными органами, потому что законодательно не предусмотрена компенсация разницы в тарифе. То есть город может устанавливать и утверждать тарифы только те, которые работают в обычном режиме движения. То есть там, где есть, государство гарантирует льготы пассажирам, и государство компенсирует затраты за эти льготы. В маршрутном такси, я знаю, что даже висят таблички, где говорится о том, что льготники имеют право на бесплатный проезд. Это пенсионеры, ветераны. Да, ограниченное количество людей, да, там имеют право... То есть все-таки могут контролировать, раз они перевозят такую категорию? Это законом предусмотрено. Законом предусмотрено, что льготные категории пассажиров имеют право бесплатного проезда, то есть законодательно. Стас, скажи, пожалуйста, на каком транспорте ты передвигаешься? Маршрутное такси. Маршрутное такси. Для твоей семьи повышение тарифа от 3 до 5 гривен. Чем грозит? Ну, вот я перед тем, как прийти, я, в принципе, поговорил с семьей и сделал пост в Фейсбуке, поговорил со своими творческими друзьями. У нас клуб такой, КПД, мы собрались творческие люди, да. И, в принципе, я его представляю больше здесь. То есть, и после того, как я опубликовал пост, есть очень много вопросов. Первое, что... Ты их все распечатал? Да, я их распечатал для себя. То есть, тут очень много людей, которые действительно хотят. Наши простые одесситы, некоторые нетворческие люди, но, в принципе, все, которые пользуются транспортом и не только. Сказать честно, теща, так она просто заплакала, потому что ее очень пугает то, что будет. Потом, когда, вот, она говорит, ну, сейчас поднимут в три раза коммунальные платежи, мы платим тысячи, тысячи семьсот, у нас хорошая одесская старая квартира. Самый страшный вопрос, который ее волнует, это, вот, она говорит, я бы с удовольствием отказалась от отопления. Но я не могу, дадут ли мне на это разрешение? Я не знаю. А если дадут, то это стоит баснословую сумму. Ну, честно говоря, отвечу тебе сразу, что, вот, сегодня были на пресс-конференции, где господин Димов, это главный эксперт по ЖКХ в Одесской области, который сказал, что нет, отключаться нельзя, только если весь дом или весь подъезд, согласиться на отказ. То есть, получается, какой-то узаконенный рэкет, да? То есть, вне зависимости от того, платите, ну, вам повысим, платите. Ладно. Очень много людей, которые пишут, все нормально, они были в серьезных минусах, то есть, это подняли. Ну, это звучит какой-то вопрос, я так понимаю, да? Да, они были, давно пора было поднять. Олег, реально стоимость должна быть еще выше, но соответствует уровню платежеспособности населения. А так как власти по очереди приходят или приводят, ну, и так далее, то по-наболевшему людям. Понятно, что есть очень много обид, есть понимание. А вопросов, наверное, самый такой знаковый вопрос, это от Владислава. Стас, нужно говорить не о последствиях, а об антикризисных мерах, принятых на уровне города и области. Вот конкретный вопрос. Есть ли эти антикризисные меры? Что это вообще такое? Ну, вы, наверное, читали и знаете, что уровень тарифа, который должен был быть сегодня, вот, согласно вот этой методической рекомендации, по которым рассчитывались. Ну, перевозчики дали все свои расчеты в департамент экономического развития. Значит, и департамент, ну, так скажем, очень, ну, так скажем, критически подходил ко всем этим цифрам, но тем не менее стоимость проезда в пассажирском транспорте, она составляла от 9 до 12 гривен. От 9 до 12 гривен. То есть это обоснованный так называемый тариф. Понимаете, поэтому, когда шел диалог, вот, до определенного этапа, потому что, когда вот мы проверили во вторник, уже 244 машины не вышло. И уже мы видели, что уже ситуация назревает такая, что, ну, как бы, уже много людей на остановках транспорта, уже дискомфорт серьезный. Поэтому, как бы, ну, может, некорректно скажу, но скажу, как есть. То есть, как бы, уже вот были такие, так сказать, переговоры уже городской власти, и вот то, что мы сегодня говорим о этом 5 гривен, ну, 5 гривен тарифы, это тариф именно выживания в этой ситуации. То есть, как это просто поддавило городская власть и установили, как бы, и сошлись на вот этом тарифе. Пометно, я вопрос понял, как бы, с точки зрения, что делается. Значит, конечно, никто не ожидал вот такой ситуации, вот так лихо, чтобы так, ну, наше население, ну, так скажем, даже не знаю, как это назвать. Поэтому, смотрите, у нас, получается, 70% пассажирского автомобильного транспорта дублируют маршруты городского электротранспорта. Значит, поэтому, как бы, и город, как бы, предполагая, что такая, ну, возможная ситуация это будет, город предполагает и делает определенные шаги к тому, что там, где, значит, нет трамвая и троллейбуса, чтобы пустить автобус обычного режима, где, который, стоимость проезда значительно ниже, и все категории льготных пассажиров. В этой ситуации я могу просто предложить тот пассажир, который ехал с поселка Котовского до, допустим, до конечной точки Таирова, пересаживаться на городской электрический транспорт. Значит, почему? Потому что сегодня Одесса единственный город, который имеет такую обособленную, широкую, развитую сеть. Да, это придется пересесть, сделать, но это будут те же 3 гривны, но потеряет человек во времени. Вполне возможно. У нас есть вопрос от телезрителей. Так, здравствуйте, вы в эфире. Алло. Да, мы вас слышим. Я вас не слышу, добрый вечер. У меня вопрос господину Новикову. Вы имя слышите? Да. Вас прекрасно слышим. Значит, улучшатся услуги перевозки пассажиров маршрутка. Утром ехать невозможно, вечером невозможно, стоишь на одной ноге, по сумкам шарят. А 215 маршрут, это же сарай. Один люк в потолке, и все, ни одно окно не открывается. Летом ехать мне на работу, я работаю в больнице 11. Это невыносимо. Какие улучшения будут в плане перевозок пассажиров? Спасибо вам за вопрос. И на каких маршрутках есть возможность ехать бесплатно пенсионерам? Какие маршруты у нас есть? Они, говорят, только едут ветераны, там дети войны, а пенсионерам не переводят. Понятно. Ваш вопрос понятен, сейчас наши гости попытаются ответить. Стас тянет руку. Я добавить как раз хочу к этому вопросу. В основном, общая масса вопросов, это люди принимают с иронией. Они говорят, ну, я заплатил и 5 рублей, за это проехало еще 2 остановки плюс. Ну, как-то так. Но самое главное все-таки интересует одно, повысится ли качество. Если я плачу эти деньги, то буду ли я стоять или я буду сидеть? Возможно, как-то это... Ну, судя по тому, что вы говорите, я понимаю, что качество не улучшится, опять впритык. Все опять впритык. Если на маршруты города Одессы выходило 2000 микроавтобусов, 2000, то сейчас их выходит 1100. А вот в этот период, когда мы с вами говорим, их выходит порядка 900. То есть, получается, то, что я вам рассказал, несколько идет опоздание по вопросу. Нет составляющей развития. То есть, сегодня еще есть те машины, которые взяты в 2007-2008 году в кредит, и они еще не выплачены, эти машины. Может ли это поднятие, улучшение качества проезда? Или останется все как есть, и вы просто опять продолжаете выживать? Я вам сказал, знаете что, это тариф выживания. Я на этом обратил внимание. Значит, с точки зрения 215 маршрута абсолютно согласен. Это маршрут с очень низкой эффективностью. Это предприятие Север Транс его обслуживает. И мы, в принципе, если это будет продолжаться эта же тема, мы пойдем на разрыв заговорных отношений с этим предприятием. По 215 маршрут. Власти нам также обещают повышение на 40% услуг за электроэнергию. Скажите, пожалуйста, я знаю, что на трамвае, на троллейбусы еще не повысился тариф за проезд. Когда уже действительно вот эти 40% мы будем платить? Повысится ли стоимость проезда в горы электротранспорте? Сегодня одной из мер, чтобы как бы, ну, как-то смягчить ситуацию для населения, это то, что городом принято решение, потому что все документы на повышение стоимости проезда были поданы. Но этот вопрос отложили. Отложили, пока не сбалансируется как-то ситуация по, ну, по всем составляющим. Потому что доллару все ожидают вот этого транша, возможно, падение курса доллара, возможно, падение стоимости на топливо, ну, и так далее, и так далее. Поэтому, как бы, сегодня, в данный момент вопрос повышения стоимости в горы электротранспорте не рассматривается. Это сегодня. А если повысят на 40% стоимость электроэнергии? Я думаю, что тут надо смотреть со всеми составляющими. То есть, как бы, я могу сказать вот о сегодняшнем день, о том направлении городской власти, которое сегодня мне, как руководителю департамента, поставило задачу, то есть не рассматривать вопрос на данном этапе. Что будет завтра? То есть не хотите заглядывать в будущее, смотреть, что происходит? Ну, знаете как, ну, это сложно, но это все будет в режиме какого-то, так скажем, что вот мои личные догадки. Я могу сказать, что сегодня, допустим, горы электротранспорт активно занимается теми технологиями, которые позволяют экономить электроэнергию. То есть, с точки зрения, они меняют, ну, традиционные контакторы, реостатную систему управления, тяговые двигатели на подвижном составе, на транзисторно-импульсную систему. То есть, как бы... Сейчас столько всего сказали, но я думаю, что мало кто помет. Да, но мы говорим в отношении того, что это реально та технология, которая позволяет экономить до 40% электроэнергии. То есть, как бы... Это уже сделается. Это уже делается, да, поэтому, как бы... Поэтому это в какой-то степени тоже будет являться каким-то буфером при вот этих шагах по стоимости проезда. И, как бы, вы знаете, как сегодня рассматривается вопрос, даже не рассматривался вопрос по... Как бы сегодня предполагается рассматривать вопрос повышения стоимости проезда, как бы, если в трамвае, только для ленивых. О чем я говорю? То есть, как бы, сегодня рассматривается вопрос так, чтобы сохранить стоимость проезда по постоянным билетам для всех категорий без исключения. То есть, как бы, чтобы удельный вес приобретения, чтобы, ну, он перелег на, ну, торговые точки, на киоски по продаже КП, Десгорелектрад, и чтобы, как бы, снизить, ну, бремя нагрузки на водителя, кондуктора, ну, со всеми вытекающими последствиями. Я еще... Вот, знаете, вот как-то вот, наверное, что меня больше всего... Я первый раз общаюсь с чиновником, вот так, ну, вот, еще и в прямом эфире. Чем больше я слышу, тем больше я понимаю, и тем меньше мне становится понятно, что происходит. То есть, с одной стороны, я понимаю, что платить я буду больше, и все останется по-прежнему. Меня это не вполне устраивает. Но в то же самое время я понимаю, что, ну, как бы, а что делать? Тут у нас Андрей, он вот вчера, говорит, только обсуждали этот вопрос. Интересно узнать, нерациональнее ли везти проездные? Пусть мы будем переплачивать больше. Пусть за этот проездной, но качество проезда в маршрутке самое главное. Ведь что есть маршрутка? С моим прошлым это очень хорошо связано. Хорошо набитая маршрутка – это повод потерять в ней кошелек. Это я вам как профессионал говорю. И вот этого бы я хотел избежать. Потому что я переживаю за свою жену, за санитарные условия в этой маршрутке, за мат водителей, за их хамство. Будут ли они нести за это ответственность, за социальный фактор. Я согласен платить за хорошую услугу, за хорошее качество. Пусть не 5 гривен. Я готов заплатить за это больше. И пусть я не так много зарабатываю. Но это я. А бабушка? А еще кто? Как с этим быть? Можно ли? Может, какие-то проездные придумать? Ну, какие-то ломаторства? Я говорю, знаете, что, вот о чем я говорю, то есть, как бы, мы, вот это тот шаг, шаг к электронному билету. В принципе, вот этот проездной билет, о котором я говорю. То есть, ну, вы поняли, о чем разговор. Идет разговор о том, что, то есть, как бы, проездные билеты на 3, 5 и так далее. Есть методика расчета, вот стоимость этих проездных билетов. Это, ну, методика, то есть, получается, по этому проездному билету человек в данной ситуации в среднем будет платить где-то 65 копеек, если по этим ценам. И это удобно для человека, понимаете, поэтому. И вот уже, начиная с гор электротранспорта, то есть коммунального предприятия, чтобы, вот сегодня мэрия ведет разговоры с инвесторами с точки зрения... Давайте я вас перебью, у нас есть еще телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире можете задавать свои вопросы. Здравствуйте. Я несколько лет назад, 3-4 года назад была в Черкассах и была просто удивлена. Там в каждой маршрутке кондуктор, билет просто всовывал в руки пассажиру. Почему билетов нет и как можно вообще проконтролировать те деньги, которые платятся в маршрутках? Куда они идут, как они распределяются, если отчета практически никакого нет. Спасибо вам за вопрос. То же самое в добавлении под комментами. Частники городу скидывают. Спроси, какую квоту. Вот мне буквально вот так вот. Это один из поэтов. Стас, у нас сегодня представитель соцсетей. Подготовился. Старался, потому что я не знал, что спрашиваю, честно говоря. Вот пример этого города. Как он может нам помочь? Одессе. Ну, то, что водитель должен, ну, в маршрутке, допустим, он однозначно должен давать билет. Тут какие тут могут быть. Ну, у нас другой как бы принцип с точки зрения, вот они, вот тебе отрывай и бери. То есть, как бы с точки зрения того, что в любой маршрутке вы увидите, что там заплатили. Ну, билетики висят. Согласна. Они висят. Но их фактически никто не берет. Я очень редко, может быть, один-два человека когда-то и взяли за... Ну, их надо брать, их надо брать, потому что билет является, я не говорю финансовым документом, но то, что он является основанием, если, не дай бог, что-то происходит, страховым полисом. То есть, это свидетельствует сам факт проезда в этом транспортном средстве. Не дай бог, что-то происходит, он является как бы тем документом, который подтверждает... А город что-то теряет, если человек, зайдя в маршрутное такси и проехав, ничего не теряет? Нет, нет, нет. Город, получается, ситуация какая. То есть, как бы, у нас, вы знаете, у нас все частные перевозчики, кроме двух предприятий, коммунальной собственности. Это КП «Автосервис» до 25-го числа и КП «Одессгорэлектротранс». КП «Одессгорэлектротранс» занималась перевозкой трамваям-троллейбусом. И ту же функцию выполняла КП «Автосервис», коммунальное тоже предприятие, только занималась перевозкой пассажиров автомобильным транспортом. Хотя КП «Одессгорэлектротранс» имела тоже лицензию на перевозку автобусами. Сейчас 25-го числа уже объединили эти два предприятия. Смысл в чем? Смысл в том, чтобы частично компенсировать затраты за льготную перевозку маршрутами горлектротранспорта, а перевозчиками, автомобильными перевозчиками. И сейчас идет такая динамика, чтобы, допустим, девятый маршрут автобуса и девятый маршрут троллейбуса. То есть практически они дублируют эти два вида транспорта. Сейчас они уже, эти два вида транспорта, работают по единому расписанию движения. То есть нет этих гонок, то есть работает в интервале движения 4 минуты трамвай и троллейбус. Что это позволяет? Это позволяет то, что сегодня значительной компенсацией требует горлектротранспорт. Вот таким методом сбалансировать, чтобы частично компенсировать затраты за счет прибыли автоперевозчиков. У нас есть вопросы от телезрителей. Итак, добрый вечер, вы в эфире. Алло, добрый вечер. Я хочу вам задать вопрос по поводу того, что 121 маршрутка, я часто езжу ей с ней на работу, постоянно водитель разговаривает на телефоне. У них какие-то начинаются странные гонки, когда видят трамвай или другую машину, такую же маршрутку, они начинают друг друга обгонять. И люди, которые там стоят, они превращаются в месиво. На остановке открываются двери, он почему-то не открывает заднюю дверь и кричит, что все выходили через переднюю. Потому что кто-то кому-то не додал денег, кому-то не дали сдачу. Представляете, что это происходит утром, когда все спешат на работу. Маты, перематы. Ну и водитель ко всему тоже отличается красивыми словами. Спасибо за то, что позвонили нам. Стас, ты хотел добавить что-то? Конкретно четко поставили, когда водители маршруток начнут нести ответственность за несоблюдение элементарной техники безопасности, имеется в виду существенное превышение допустимого количества пассажиров, хамство. Недавняя ситуация с водителем маршрутки, который сбил девушку, потом отвез ее под больницу, довольно-таки нашумевший сам. Но я не знаю, насколько правда так, как оно произошло, раз она села такое. Но вот то, что хамство водителей, когда несут, начнут нести за это ответственность, за свое поведение, наверное, очень провокации постоянные. Спасибо за вопрос. Если вы обратите внимание, что, наверное, на каждом третьем автобусе есть объявление, что требуется водитель. Несут они ответственность за это, понимаете, и сегодня количество, даже эта цифра пугает, вот та текущесть, которая идет с водителями, потому что это, к сожалению, это большая проблема. А сколько зарплаты у водителя маршрута? Такая средняя зарплата? Ну, не средняя, а обычная зарплата. Ну, в принципе, как бы она средняя зарплата по отрасли, по автотранспортной. Несколько больше. Несколько больше. Четыре? Четыре где-то там. Ну, вы знаете, понимаете, получается, в зависимости от предприятия, в зависимости от взаимоотношений, как бы, ну, которые сложились. Сейчас подняли тарифы. Повысят ли им зарплату? Может, они материться меньше станут? Может, это обвозят? Повысят им зарплату, потому что, когда город оговаривал с точки зрения, ну, как бы, вот эти 5 гривен, этот вопрос тоже стоял, потому что подоходный налог в размере 60% идет в бюджет города. То есть, как бы, это заставляет тоже повысить. Как далеко ты можешь пройти пешком? Я стараюсь везде ходить пешком, особенно по центру города. Слава Богу, живу в центре города. Вот если честно. Что ты можешь посоветовать одесситам, для которых сумма в 5 гривен и все возможные дальнейшие повышения, неподъемные цифры? Ну, если я скажу, ходите пешком, то меня могут, ну... Побить? Морально хотя бы имеют на это полное право, потому что есть люди... Ну, я молод отчасти, и это мой выбор, а люди спешат и кому-то ехать через весь город. Я, в принципе, не люблю давать советы, не имею на это права. Могу говорить о том, что да, ведите здоровый образ жизни и так далее. Поэтому я могу сказать, наверное, только одно, будьте сами культурными и говорите о своих чувствах. У меня очень хорошо работает в маршрутке, когда я говорю об этом. То есть, если раньше не наступали на ногу, и я, скорее всего, влазил в конфликт, то сейчас я говорю очень просто. Я, когда вы делаете то-то, я чувствую вот это, мне бы хотелось, это для нас обоих. Возможно, получится избежать чего-то очень страшного. В моем случае это работает. Валерий, что посоветуете Одесситам, для которых сумма в 5 гривен – это неподъемная цифра? Ну, практически, практически. Я советую сегодня реально, чтобы человеку добраться, надо пользоваться городским электротранспортом. Если есть те маршруты, где нет горэлектротранспорта, пусть обращайтесь в департамент, наш департамент, и будем прорисовывать, прописывать маршруты и пускать маршруты общего пользования с перевозкой всех категорий льготных пассажиров. Спасибо, что пришли к нам в эфир. Мы сейчас прервемся на сюжет и вернемся снова к вам. С 5 марта стоимость проезда в маршрутных такси, которые курсируют по городу, возрастет до 5 гривен. Об этом официально заявили в горсовете. Вынужденная мера. Мы прекрасно понимаем, что выбранный год. Мы прекрасно понимаем, что люди сегодня мало обеспечены. Мы прекрасно понимаем, что если сегодня литр дизельного топлива стоит 27-28 гривен, то при себестоимости переезда, проезда сегодня, как требовали нас вчера перевозчики, и мы сегодня пригласили их сюда тоже, требовали 12 гривен, минимум 10 гривен. Мы просчитали, чтобы они хотя бы не работали в убыток, хотя бы работали в ноль. И наш департамент экономики согласовал поднятие тарифа до 5 гривен, не больше. Перевозчики сетуют. Из-за высокой цены на запчасти и горюче-смазочные материалы, 300 маршрутных такси за прошлую неделю просто не выходили на линии. Поэтому повышение стоимости проезда для них – способ выжить. В мэрии добавляют, исходя из стоимости билетов в 3 гривны, денег от бюджета отходит недостаточно. А сколько всего поступлений от перевозчиков получает город, ответить затрудняются. Нельзя сказать, что доходы значительные. В связи с чем это связано? Если у них нет возможности купить на сегодняшний день ГСМ, то, соответственно, они не могут должным образом заплатить и заработную плату, соответственно, уплатить с него соответствующий ПДФО, податок на доходы физических осип и так далее, все остальные налоги. На сегодняшний день городской бюджет от тарифов 3 гривны очень мало поступает налогов. От нового тарифа, я думаю, что налоги будут хотя бы в полтора-два раза более. Если их не съест инфляция. Более конкретные цифры я могу узнать чуть-чуть позже. Я не могу конкретно сейчас сказать цифры. Горожане к повышению тарифов за проезд относятся по-разному, но к этому уже готовы. Я их тоже могу понять, потому что топливо дорогое, но здесь безвыходная ситуация. Под ним мы будем ездить. Что делать? В нынешнее время это сейчас не актуально, так как у людей зарплаты не повышаются, а цены растут и считают, что это сейчас не своевременно. Я думала, что вообще ничего нельзя повышать. Что у нас еще такие зарплаты, что на них прожить нельзя. Цена на билеты не изменится только на электротранспорт, по крайней мере, пока, уверяют горсоведи. Тогда хорошо. Тогда будем пользоваться электротранспортом пока. Между тем, в мэре уже успели заявить, если курс доллара будет расти, стоимость проезда снова может повыситься.